Мировая политика продолжает крутиться вокруг двух тем Футбола и миграции А особенно проблемы беженцев Между этими темами намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд Я начну с самого актуального и очевидного Чемпионат мира проходит в России А Россия одна из важных причин, по которой люди становятся беженцами До 2014 года, когда в Европу устремились беженцы с Ближнего Востока Граждане России периодически занимали первое место в строчке соискателей убежища в Германии Миллионы человек стали беженцами из-за российской войны в Украине Сотни тысяч, если не миллионы, стали беженцами в Сирии Не в последнюю очередь из-за российских бомбардировок Которые просто стирали с лица земли гражданскую инфраструктуру И вот, чемпионат, как ни в чем не бывало, проходит в России Но давайте двигаться дальше Этнический состав многих сборных Особенно сборных западноевропейских стран, как правило, очень пестрый И вполне отражает место мигрантов или людей с миграционным происхождением в этих странах У нас в Германии националисты очень любят жаловаться, что сборная больше не национальная и не немецкая Раз в ней играют футболисты турецкого, арабского, африканского и так далее происхождения Особенно громко жалуются, когда сборная проигрывает Про это очень хорошо сказал французский футболист Карим Бензима Когда я забиваю, я француз, а когда промахиваюсь, араб Или вот скандал со швейцарскими футболистами Шакири и Джакой Они албанцы, родом из Косова Один стал беженцем в младенчестве, другой родился уже в Швейцарии, в семье беженцев На чемпионате мира сербские болельщики освистывали их с трибун Между тем они забили по голову сборной Сербии И когда забивали, показывали сербам двуглавого орла, символ Албании Выглядело это так, как будто футбол это продолжение войны Но это не только в этом матче так выглядело Это можно сказать норма, особенно в России Вот, например, липецкий губернатор Олег Королев Написал у себя в твиттере про поражение сборной Германии Что это расплата за две мировые войны А пресс-секретарь Путина Песков сказал, что народное ликование По поводу победы сборной России над сборной Испанией напомнило ему 9 мая 45-го года И в каком-то смысле Песков даже прав Все это ликование, народные гуляния, овация российской сборной во время балета «Спящая красавица» в Мариинском театре Все это внезапное единение россиян, все это было совершенно несоразмерно поводу спортивной победы А особенно на фоне всех тех безобразий, которые под шумок устраивают российские власти во время чемпионата И тут я подхожу, наверное, к самому главному И футбол, и озабоченность так называемой проблемой беженцев Дают людям одинаково фальшивые, но при этом внешне приличные поводы проявить национализм Разговорами о необходимости соблюдать закон или защищать культурные традиции Очень удобно прикрывать нежелание видеть рядом с собой чужих иностранцев, инородцев, иноверцев Для некоторых людей это по-настоящему важно И если просто сказать им «фу, как не стыдно», то они не устыдятся, а только рассердятся Точно так же, как сердятся российские болельщики, когда им говорят «фу, стыдно так болеть за Россию» Футбол позволяет орать название страны и радоваться вне всякой меры ее воображаемым триумфам Даже в такое время, когда страна дает в основном поводы для стыда И именно футбол показывает, как легко этот импульс может стать массовым Субтитры создавал DimaTorzok